Встреча с горячей водой 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 Ранее подписано губернатором и сейчас в конце этого месяца ожидаются уже деньги. Деньги пойдут через казначейский счет сразу по поставщикам энергоресурсов, так как в данный момент счета предприятия заблокированы поставщиками и подрядчиками, и исполнительными листами. — Вы утверждаете, что именно сельские котельные сгенерировали такой большой долг. Как я понимаю, мы топим воздух. Из-за того, что не было проведено в свое время модернизации, соответственно, отапливание воздуха и продолжается. — То есть люди платят, долг растет, но ведь и не все платят. Еще плюсом к тому, что отапливаем воздух, получается, что есть должники, которые просто не оплачивают коммунальные услуги, в результате чего долг просто-напросто увеличивается в разы. — Что Вы можете сказать по этому поводу? Есть ли какая-то работа со стороны управляющей компании и МУПа непосредственно с тем, чтобы население все-таки заставить выполнять то, что требует от них законодательства? То есть если Вы поставляете услугу и оказываете ее, то, соответственно, должна быть произведена оплата. Вот если эта оплата не произведена, что предпринимает организация Ваша? — Ну давайте на первый вопрос. Вот эти котельные, которые генерируют нам убытки. Мы сейчас входим в государственную программу, которая подразумевает собой финансирование из госбюджета на вот эти энерго-неэффективные котельные. То есть мы планируем поменять 16 котель, что даст нам экономический эффект порядка 75 миллионов рублей. На эти деньги можно будет не только рассчитаться с поставщиками и подрядчиками, но еще и начать замену наших сетей, у которых изнов порядка 80 процентов. И теплосети, и канализационные сети. То есть с советских времен никто ничего не делал и не менял. Мы сейчас, если и делаем, то только в аварийных ситуациях. То есть это хмуты, либо какими-то небольшими участками. — Что касается дебиторской задолженности, на сегодняшний день мупу должно население порядка 220 миллионов рублей. Но долгом мы считаем задолженность свыше 20 тысяч рублей, так как, ну, бывают у людей какие-то семейные там обстоятельства, какие-то накладки. Ну, человек вправе сам как-то, ну, может один месяц не заплатить, во втором месяце заплатить там двойной платеж. — Все это порядка 3-4 месяцев. — Да, да, ситуации бывают разные. Вот от 20 тысяч у нас на сегодняшний день это 188 миллионов рублей. — Какая работа у нас ведется? Мы сейчас создали абонентский отдел. То есть у нас есть юридическая служба. Ну, сначала мы должны уведомлять должников о том, что мы можем отключить им горячую воду, либо поставить заглушку на канализацию. — Значит, мы также работаем плотно с судебными приставами, которые наносят арест на имущество на движимое и недвижимое. То есть это регистрационное действие машины, квартиры. — Также, значит, судебные приставы блокируют выезд за границу должников, блокируют их расчетные счета, карточки. То есть человек просто загнан в угол. — Вот. Но ситуации бывают разные у должников. Мы предлагаем им и систему рассрочки платежей. Вот. Также предлагаем оформить субсидию для погашения задолженности перед услугами ЖКХ. — Речь идет о работе непосредственно с каждым должником, потому что ситуации в жизни разные. Люди, в принципе, реагируют положительно. Многие, ну, идут и оплачивают. Некоторые приходят, оформляют субсидию либо на рассрочку погашения. То есть работа ведется регулярно. Работа сложная, но мы ее ведем. И задача стоит — это наши деньги. И я, как руководитель предприятия, для того, чтобы выйти нам из сложившейся сложной ситуации, нам нужно забирать эти деньги. И мы в любом случае придем и будем вынуждены, конечно, оставаясь в правовом поле, применять все законные методы, забирать свои деньги для того, чтобы выйти из предприятия из сложившейся ситуации. — Ну, население должно понимать, что предприятия все-таки существуют на эти деньги. И в любом случае, что проводить какие-то работы, должен быть еще и запас денег. Поэтому, если будут оплачивать, соответственно, не будут и работы даже плановые какие-то проводиться. Есть какие-то прецеденты уже после судебных разбирательствами? То есть есть ли отдача уже со стороны должников? Поняли ли они вас, услышали ли вас, начали ли они платить? — Да, вот после последних двух месяцев нашей такой интенсивной работы мы реально видим, что люди пошли платить, пошли оформлять, опять же, соглашение на рассрочку и на оформление субсидий. То есть динамика положительная есть. Но все равно есть над чем еще работать. — А кто-то в вашей организации занимается еще инвентаризацией вот этого долга по собственникам? Ведь есть не просто неплательщики, а есть пустующие квартиры, потерявшие своих собственников по разным причинам. Кто-то сидит в тюрьме в силу разных жизненных обстоятельств. Кто-то просто уехал, сдает квартиру, а, скорее всего, наниматели или арендующие жилье не оплачивают. То есть каким-то образом вот проходит у вас инвентаризация имущества, соответственно, муниципального или собственников уже жилья в плане того, есть ли в них собственник и по какой причине не происходит оплата? — Вопрос понятен. В общем, ситуация складывается так, что раньше эта работа не велась вообще. Сейчас, создав абонентский отдел, мы дали запрос всем нашим председателям домов, начальникам участков, и они дают списки вот этих квартир нашему абонентскому отделу, который будет вести не только должников, значит, у кого они были, кто сколько отдал, кому поставили заглушку, кому отключили горячую воду. — Вы сказали, что долг населения сегодня примерно 220 миллионов перед компанией, и 140 миллионов — это ваш долг, который ресурсоснабжающим организациям. — Вы говорили о субсидии, которая должна в ближайшее время поступить, и по которой была действительно очень большая работа, проведена и вами, и администрацией городского округа. Ваши мысли, ваше мнение, если вы получаете эту субсидию, в чем мы сегодня уверены, потому что мы слышали о том, что она действительно будет, вы гасите долг, уверены ли вы, что организация не наберет долга в перспективе ближайшего года, пусть в меньшем объеме, но все равно этот долг может быть? — Смотрите, мной как руководителям сейчас подготовлено ряд мероприятий, которые позволят нам уменьшить образующие долги, которые генерируют предприятия. — В общем, на сегодняшний день часть мероприятий сделана, часть в работе. До конца текущего года в эти мероприятия входит и замена двух котельных, которые на печном топливе, которые нам генерируют колоссальные убытки. То есть у нас на печное топливо потрачено в предыдущий отопительный сезон 13 миллионов, а стоимость двух этих котельных составляет порядка 8-9 миллионов. — То есть один раз заплатить? — Один раз поменять эти котельные, и там они будут работать в автономном режиме, там только экономия по фонду оплаты труда порядка 11 миллионов. Плюс печное топливо, то есть нам не придется... КПД котельные на газу гораздо выше, чем печного топлива, и мы уходим от фонда оплаты труда. Также у нас есть блочно-модульные котельные, которые мы сейчас проводим установку автоматики, что нам даст опять же уйти от фонда оплаты труда. То есть котельные будут работать в автономном режиме. Там стоят датчики, которые отслеживают температуру окружающей среды, и сама автоматика решает, сколько добавить, сколько убавить мощности на котле. Потом мы сейчас проводим мероприятие по отключению котельной на улице Свобода. То есть там у нас электрокотел, мы ее подсоединяем к котельной Дюймовочка. Там нужно будет горизонтальное бурение делать, трубы повышенной теплоэффективности, что нам позволит уйти в нам... Этот электрокотел нам генерирует порядка двух миллионов за отопительный сезон. То есть мощность котельная, которая работает на детский сад, позволит... Да, да, позволит отапливать этот дом на свободе. Вот. Также, значит, у нас проходят мероприятия по очистным сооружениям. Это мы сокращаем, устанавливаем автоматику, устанавливаем датчики сигнализации движения, видеокамеры. То есть мы уходим от ночных смен. Вот. И тем самым, то есть, сумма там около 11-12 миллионов. То есть в сумме вот эти мероприятия, которые мы должны провести до конца текущего года, позволят нам сэкономить около 30 миллионов рублей. Планы ваши, о которых вы сейчас говорите. То есть понятно, что это уже на бумаге, судя по всему, расписанная перечень работ, которые предстоит сделать. Но вы, как и любая организация, не вправе обойти в 44-й закон, насколько я понимаю. С арестованными счетами у вас есть возможность проводить конкурсные процедуры? Или это будет возможно только после того, как поступит субсидия, и вы погасите долги? Тогда счета будут разблокированы? Здесь все должно работать в совокупности. Здесь и работа с должниками даст эффект нам поугасить старые долги. Значит, здесь ведется работа по соглашению. Ведь в 2016 году был перекуплен долг в размере 100 миллионов, которые потом превратились в 150, из которых 75 отдали, 75 еще должны. Также потом был перекуплен долг в 18 миллионов и 14 миллионов. Эти долги никуда не делись. Они были перекуплены на время, вроде как они исчезли. Но когда этим организациям сказали, что никакой концессии не будет, и МУП будет реанимирована и будет работой, то все эти компании, которые перекупали долги, они сейчас вышли на нас с исполнительными листами с требованием вернуть им их деньги. И поэтому в данный момент счета заблокированы, субсидия даст возможность погасить долги, сгенерированные перед ресурсоснабжающими организациями. Но кредиторская задолженность, она никуда не делась, и ее надо будет гасить. И гасить одно из, опять же, составляющих, это, конечно, нам вернуть те деньги, которые нам должно население. То есть только при вот этом комплексном подходе, да, можно попытаться, по крайней мере. Да, это и комплексы и экономических мероприятий, и работы с дебиторской задолженностью. Предстоит огромная, большая работа, сложная, которую, я считаю, необходимо делать для того, чтобы предприятие вышло из сложившейся ситуации. Алексей Николаевич, из того объема информации, которую мы сегодня получили, многое становится понятным. К сожалению, действительно, эта работа должна была проводиться, наверное, при каждом руководителе, и организация стабильно работающая, к сожалению, стабильно всегда генерировала этот долг. Очень надеемся, что все-таки тот план, который вы наметили, будет реализован, что счастливо будут разблокированы, и что та субсидия, которая поступит на погашение задолженности, не станет новой отправной точкой для нового долга. Поэтому мы желаем вам удачи. Очень надеюсь, что население все-таки вас услышит, оценит свои возможности, и, наконец, начнет возвращать долги за те услуги, которые вы действительно сегодня оказываете. Спасибо вам. Спасибо большое.